Добрый день! Вы смотрите Финтаймс и Крбарен 21. Я Фаррида Ашралова и мы будем говорить о самых актуальных новостях мира финансовой энергетики. 2019 год – это год глубоких реформ для Азербайджана. Совещание при президенте. Соединенные Штаты сняли с Китая обвинения в манипуляции валютным курсом. Проект ТАП завершен на 90%. Премьер-министр Албании Эдди Рама. Реформа способствует успешному и последовательному развитию Азербайджана. Все задачи, поставленные перед государством в начале 2019 года, выполнены. Обеспечено устойчивое развитие. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам прошлого года. ВВП страны вырос на 2,2%. Валютные резервы достигли рекордной отметки 51 миллиард долларов. А Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 самых реформаторских стран. 2019 год называют годом глубоких реформ практически во всех сферах жизнедеятельности страны. По итогам прошлого года рост ВВП Азербайджана составил 2,2%. В ненефтяном секторе показатель увеличился на 3,5%. Рост промышленного производства составил 1,5%. При этом в ненефтяном секторе промпроизводство выросло на 14%. Сельское хозяйство выросло примерно на 7%. Только в растениеводстве показатель превысил 10%. Развитию способствует как вложение государственных средств, так и успешная деятельность частного сектора. «Инфляция составила всего 2,6%. При этом денежные доходы населения выросли на 7,4%. Это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Получается, выросли реальные доходы населения. Считаю, это является одним из основных вопросов для любой страны». Валютные резервы страны по итогам прошлого года достигли рекордной отметки 51 миллиард долларов. Первое место на пространстве СНГ отводится Азербайджану по валютным резервам на душу населения. Несмотря на то, что в 2019 году у большинства стран мира наблюдается отрицательное сальдо внешнеторгового оборота, у Азербайджана оно положительное. Это послужит сохранению курса национальной валюты моната на стабильном уровне и стабильности макроэкономических показателей. Благодаря успешным реформам в таможенной и налоговой сфере, по словам главы государства, в бюджет государства сверхплана поступил 1 миллиард монатов. Средства, поступающие в бюджет страны, перенаправляют на улучшение социального положения населения. Впервые на всем пространстве СНГ именно в Азербайджане граждане смогли получить замороженные вклады, оставшиеся с советских времен. Реализованный в прошлом году социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек, улучшилось материальное положение граждан. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия на 70%, некоторые пособия на 50%, некоторые в два раза. Происходящие в социальной сфере позитивные процессы и улучшение благосостояния граждан остаются для нас приоритетным вопросом. За 2019 год проделана большая работа, связанная с социальной инфраструктурой. Построены и отремонтированы 60 медицинских учреждений, 84 школы. Реализована ряд инфраструктурных проектов в области электроэнергетики. Получено дополнительно 800 мегаватт генерационных мощностей. Уровень газификации в стране достиг 96%. В международном контексте сдам в эксплуатацию ТАНАП. Продвигается к завершению последний четвертый сегмент Южного газового коридора. Проект ТАП. Его сдача в эксплуатацию запланирована на этот год. Гюльнас Гасымова, Сибиси. По итогам прошлого года Азербайджан и Россия достигли товарооборота на сумму более 3 миллиардов долларов. Это на 18,5% больше показателя 2018 года. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, на долю торговых операций с Россией пришлось более 9% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за прошлый год. Поставки азербайджанской продукции в Россию составили на сумму 732 миллиона долларов. Это около 4% от всего экспорта из страны за 2019 год. Импорт российской продукции в Азербайджан в прошлом году составил более 2 миллиардов долларов. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось около 17%. Уже второй год подряд товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан демонстрирует темп роста в районе 18,5-19% пунктов. И в долгосрочной перспективе до 2023 года мы прогнозируем сохранение таких высоких темпов роста. По нашему базовому прогнозу товарооборот между двумя странами будет расти со средним темпом роста в районе 15-17% пунктов до 2023 года и может превысить 3,6 млрд долларов. Американский рынок акций перешел к росту в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Вице-премьер госсовета Кита Люхэ уже прибыл в Вашингтон, где проходят обсуждения. Само подписание соглашения ожидается 15 января. Сезон отчетности на американском фондовом рынке стартует уже буквально на днях. И за прошлый год основные компании, такие как Apple, Microsoft, Netflix, Facebook, они по сути являлись драйверами роста американского рынка, несмотря на те колебания, которые были связаны с торговыми войнами. Поэтому именно отчетный период крупных компаний, он где-то в принципе может нивелировать негативный эффект, который, возможно, будет связан с подписанием торговой сделкой между США и Китаем. Фондовый биржи Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует в основном позитивную динамику. Наблюдается рост котировок акций китайских производителей электромобилей. Накануне министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй сообщил, что размер субсидий для покупателей электромобилей не будет уменьшен с 1 июля 2020 года. США намерены исключить Китай из списка валютных манипуляторов в преддверии подписания первой фазы торгового соглашения. По сообщению агентства Bloomberg, Министерство финансов в США намерено в скором времени опубликовать отчет за полгода, в который будут внесены необходимые изменения. Причиной длительной подготовки документа стали продолжающиеся между сторонами переговоры касательно положений самого соглашения. Напомним, что Министерство финансов США еще в августе причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина прозрачной валютной политики. Центральный банк Китая заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы. Одно из обязательств касается валюты. У нас есть осуществимые обязательства по валюте в этом соглашении. Я считаю, что это и является причиной того, что секретариат решил ненужным применять валютный манипулятор. Уже 41 день всеобщая забастовка парализует жизнь во Франции. В крупных городах Франции с 14 по 16 января ожидаются очередные манифестации противников проекта пенсионной реформы. Правительство Франции формально хочет оставить возраст выхода на пенсию прежним на уровне 62 года, но в этом возрасте человек сможет получить только 90% той пенсии, что он заработал. А чтобы получать полную пенсию, надо доработать до 64 лет. Кроме того, пенсию предполагают высчитывать исходя из всего трудового стажа. Президент Франции намерен отменить долгосрочный выход на пенсию для 42 категорий работников. Проект трансадриатического газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, является стратегическим для Европы. Об этом албанским СМИ сообщил премьер-министр страны Эдди Рама. По его словам, к этому времени успешно завершены 90% работ по проекту строительства ТАП. Стоимость трансадриатического газопровода – 4,5 млрд евро. Это один из сегментов Южного газового коридора. Первоначальная мощность ТАП составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство ТАП будет завершено в 2020 году. В этот же год азербайджанский газ пойдет в Европу. Оглашена стоимость пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, которые будут выполнять компании Маздар из Объединенных Арабских Эмиратов и Аквапауэр из Саудовской Аравии. По сообщению Министерства энергетики страны, общая стоимость проектов составляет около 400 млн долларов. Первоначальная стоимость проекта солнечной электростанции мощностью 200 млн долларов будет реализована компанией Маздар на сумму 150 млн долларов. Строительство ветровой электростанции мощностью 240 млн долларов выполнит Аквапауэр на сумму около 260 млн долларов. Как отмечают в Минэнерго, цифры могут измениться с небольшой разницей. Стоимость нефти перешла к снижению. В ожидании соглашения между США и Китаем это не помогло ценам перейти к росту. Рынок в ожидании статистики по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах. Американский институт нефти представит данные уже сегодня. И если объемы сократятся, это станет сигналом к росту. По данным главного таможенного управления Китая, в прошлом году страна увеличила импорт нефти на 9,5% по сравнению с 2018 годом. Китай крупнейший в мире импортер нефти в прошлом году закупил рекордные 506 млн тонн нефти. Только в декабре импорт составил около 46 млн тонн. Он был поддержан спросом со стороны частных нефтеперерабатывающих предприятий, которые использовали свои годовые импортные квоты. В то же время государственные заводы наращивали свои запасы в преддверии китайского Нового года, который в 2020 году пришелся на конец января. Это были главные новости мира финансовой энергетики. К этому часу оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова